Восстание джинов или атака инопланетян. Эти и другие предложения просто разрывали социальные сети минувшей ночью. Поводом стал странный светящийся объект в небе, который видели жители западного Казахстана. Многочисленные фотографии и видео в Казнете на эту тему просмотрела и моя коллега Айгуль Жамалова. Айгуль, так что же это все-таки было? Но настоящий переполов случился не только в Казнете, но и в Рунете, Камиль. Жители Астрахани и Волгограда также стали выкладывать в Твиттер и Фейсбук снимки необычного явления. Ближе к полуночи на Эйтортас появился официальный комментарий Минобороны России. Они сообщили, что с полигона Капустин-Яр провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь, которая точно поразила условную цель на полигоне Сар-Шаган. Юзеры, судя по всему, уже приготовившиеся к атаке марсиан, едва скрывали свое разочарование. Ну это и понятно, ведь люди так и мечтают увидеть этих зеленых человечков. Это точно. Другая новость, вызвавшая недоумение блогеров, появилась на сайте Edmir.ru. Речь идет о 20 картах мира, по которым не учат в школе. По ним не узнать данные о численности людей и полезных ископаемых. Зато представлены необычные наглядные данные. К примеру, выяснилось, что женщина Казахстана среднесексуальна, а люди совершенно неэмоциональны. Средний возраст начала половой жизни в стране 19 лет, зато казахстанцы чаще остальных чувствовали себя любимыми. Но возмущение у блогеров вызвал другой показатель, где лучше родиться. Там Казахстан отмечен как самое неподходящее для этого место. Причем данные аналитиков исследовательской компании The Economist Intelligence Unit не объясняют, чем это обосновано, говорят пользователи. Ну, насчет категории, где лучше родиться, я думаю, это более чем необъективно. Возможно. Свой обзор хочу закончить работой молодого столичного видеографа Руслана Тулебекова, который известен в просторах сети под ником Cypher. Время от времени талантливый молодой человек радует юзеров интересными и сложными творениями. Но на эту работу потратил целый год, снимая столицу из различных точек обзора и ракурсов. Замедленная киносъемка, во-первых, доставляет эстетическое удовольствие, а во-вторых, философски намекает на то, как быстро течь на время. Люди занимаются своими делами, не замечая, как быстро меняется и преображается окружение, пишут просмотревшие ролик. У меня на этом все. Спасибо, Айкуль, за увлекательный обзор. До свидания.